Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новой колонке от компании 3-Bit. Это у нас модель 3-Bit Stormbox Flow, и я вам постараюсь сегодня рассказать плюсы, минусы, то есть чем эта у нас колонка интересна, чем она неинтересна. Сразу скажу то, что колонка на самом деле представляет из себя достаточно хороший бюджетный продукт, то есть недорогостоящий, и стоит внимание обратить на нее, если вы хотите получить, так скажем, хороший, приятный звук в небольшом размере. Естественно, что если мы с вами хотим получить, так сказать, условно максимум за какие-то деньги условные, в данном случае это у нас что-то около 70 долларов, то, конечно же, мы с вами можем пожертвовать маленьким размером, маленьким весом и приобрести колонку более крупную. От более крупной колонки в большинстве случаев, но не всегда, мы с вами можем получить лучший звук. Он будет богаче, он будет громче, он будет более мощный. Субтитры сделал DimaTorzok Но когда мы с вами хотим выбрать какую-то компактную колонку, которая будет легкой, небольшой, которую можно будет легко взять с собой в рюкзак и отправиться куда-то гулять, или же которую просто вы не хотите получать огромную колонку, которая будет загромождать пространство, то в этом случае выбор очень сложный. Среди компактных колонок небольшого веса у нас очень сложно найти хороший достойный продукт. Один из лидеров рынка, который действительно дают нам хорошие колонки в маленьком размере, это JBL. В частности, модели JBL Flip 6 и Flip 5. Flip 6, конечно же, у нас очень дорого стоит, но колонка отличная. В JBL Flip 5 у нас есть возможность приобрести с вами на вторичном рынке по вполне себе хорошей цене. Так вот, если мы с вами будем сравнивать колонку 3-bit Stormbox Flow по сравнению с новинкой JBL Flip 6, которая стоит почти в два раза дороже, чем JBL Flip 6, то я не буду вам скрывать, JBL Flip 6 звучит лучше. Если у вас бюджет позволяет приобрести колонку более дорогую, если вам она нравится, то я ни в коем случае не буду вас отговаривать от приобретения JBL Flip 6. JBL Flip 6 прекраснейшая колонка, но, к сожалению, с очень-очень высокой стоимостью и, к сожалению, не самой лучшей автономностью. Но по звуку она действительно лидер рынка в своем размере. В то время как колонка 3-bit Stormbox Flow вполне себе конкурентно способна и выступает на равных с колонкой JBL Flip 5, чуть более старого поколения. Но при этом у этой малютки у нас есть некое преимущество по сравнению с JBL Flip 5. А здесь у нас очень классная автономность. То есть эта колонка у нас способна прям-таки невероятно долго играть. Лично мой тест был таков. Я находился с этой акустической системой в одной комнате. Комната была достаточно просторная, что-то порядка 18, может быть, 20 квадратных метров. И слушал колонку на комфортном уровне громкости. Чаще всего колонка играла либо на 50, либо на 65% громкости. Я получил 21 час воспроизведения музыки приблизительно на среднем уровне громкости. Но при этом есть один важный момент. Колонка у меня звучала в настройке эквалайзера с усилением низких частот. Для понимания я вам скажу так, что если у нас колонка играет в обычном штатном режиме без усиления низких частот, то она потребляет значительно меньше. Если же мы добавляем звучание в низких частотах и, соответственно, поднимаем уровень громкости до комфортного, то колонка потребляет значительно больше. И вот в таком довольно-таки тяжелом режиме колонка отработала 21 час. Я, честно говоря, с неким восхищением говорю об этом, потому что я люблю продукты, которые хвастаются прям классной автономностью. И вот эта колонка на данный момент одна из лучших по автономности. Она дает вам прям-таки большущее время работы от одного заряда. Из дополнительных плюсов у нас в этой колонке есть микрофон. То есть, в случае необходимости вы можете эту колонку использовать как некую такую гарнитуру для громкой связи. Дальше давайте поговорим про звучание. Звук в этой колонке довольно-таки такой, я бы сказал, свободно играющий в низких частотах. Есть колонки, точнее большинство колонок портативных, немножечко поджимаются производителями и урезаются звучание в низких частотах, чтобы колонка у нас не имела каких-либо искажений и проблем в звуке. Но здесь используется довольно-таки большой динамик для колонки такого формата. Динамик достаточно крупный и, видимо, он способен у нас хорошо опускаться по низким частотам. По крайней мере, для такого размера такие показания и такое звучание немножечко не свойственно. Колонка отлично звучит по басу, опускается достаточно глубоко. По среднечастотному диапазону, скажу честно, JBL Flip 5 и Flip 6 звучит чуть более ярко. Но на мой личный вслух вот такое звучание мне чуть более приятно. Но даже несмотря на то, что я сейчас озвучиваю некое преимущество у колонки JBL Flip 5, разница на самом деле небольшая. И эту разницу можно услышать только лишь, если у вас обе колонки, вы переключаетесь с одной на другой. Если у вас только лишь одна колонка 3-бит Strombox Flow, например, появилась, то, прослушивая музыку, вы не почувствуете каких-либо недостатков и вам не покажется, что эта колонка где-то неполноценна. Наоборот, она, скорее всего, очень будет радовать музыкой. По высоким частотам здесь тоже все хорошо, нет никаких искажений, нет никаких лишних призвуков. Колонка звучит мягко, комфортно и приятно. Плюс еще у нас поддерживается здесь эквалайзер, который вы можете включить по своему желанию. В приложении есть множество предустановок, которые уже настроены производителем для вас. И вы, соответственно, можете выбрать любое звучание в этой модели. Также отмечу еще один немаловажный момент. Большинство из вас наверняка уже знает такой интересный прием, как взять портативную колонку и разместить ее где-нибудь в углу комнаты, то есть в углу помещения, ну, либо же создать какое-то такое пространство, которое будет отражать звук от колонки. То есть, чтобы стены у нас отражали звучание от нашей акустической системы. В большинстве случаев, с большинством портативных колонок я этот фокус не использую, потому что зачастую звучание, к сожалению, портится. И колонки чаще всего, да, звучат как бы громче, начинают вроде бы и бас давать более, так скажем, объемно, но при этом появляется какое-то такое несвойственное гудение, которое в музыке, скажем так, немножечко лишнее. Вот с колонкой 3-бит Stormbox Flow я впервые на постоянной основе с удовольствием располагаю эту акустику в углу комнаты. Либо же там, допустим, на подоконнике, либо просто ставлю возле какой-то стенки, чтобы звук отражался. И эта колонка не портится в звучании, в то время, когда находится, да, в таком положении, но при этом она начинает раскрываться и использовать потенциал, так скажем, вот этого угла настолько невероятно, что можно полноценно пользоваться этой акустикой так, как будто бы вы купили там какую-то JBL Charge, например, да, более старшую колонку. То есть по звучанию она прям-таки очень-очень хорошо использует вот эту вот возможность отражения звука и, во-первых, и звук у нас не гудит, то есть здесь не появляется какого-то паразитного звучания. Плюс эта колонка еще более интересно начинает воспроизводить низкие частоты. То есть в целом как бы у колонки есть отличный потенциал и возможности проявить себя. Хотелось бы сказать по минусам, да, по этой колонке. Естественно, что не только лишь плюсы у нас есть в портативных колонках, но и минусы. Звучание у этой модели немножко уступает по сравнению с более дорогой JBL Flip 6. То есть такой как бы, условно говоря, натянутый минус. Ну и еще один минус, который, наверное, самый обидный и самый досадный, от которого хочется уже избавиться во всех портативных колонках, это понижение звука в низких частотах, то есть уменьшение баса, когда мы с вами приподнимаем громкость. До приблизительно 70% громкости колонка прекрасно звучит и имеет отличный баланс звучания между средними, низкими и высокими частотами, но выше 70% у нас бас практически вот остается на месте, то есть он уже не становится громче, а приподнимается звук в средних и высоких частотах. Это минус, это недостаток, который хотелось бы на самом деле уже не видеть в портативных колонках, но это есть и это присуще не только лишь этой модели, но и большинству портативных колонок, которые существуют у нас, в общем-то, в продаже. Что еще хочется добавить? Конечно же, в самом начале ролика я должен был рассказать немножечко о технических характеристиках этой колонки, но давайте сейчас об этом говорим. Заявленная мощность, условная мощность этой колонки в 25 ватт, такая справедливая и честная цифра, я бы сказал, потому что в основном мощность уходит как раз-таки на озвучивание низкочастотного диапазона, как раз-таки на бас, и здесь это действительно ощущается. По характеристикам у нас также здесь есть полная водозащита, то есть IP67, эта колонка у нас не боится погружения в воду. Значит, колонка у нас исполнена в моноформате, то есть здесь только лишь один динамик, который воспроизводит звук, и два пассивных излучателя. Здесь у нас большой такой достаточно динамик, пассивный излучатель находится здесь, и также один пассивный излучатель у нас с обратной стороны. Лицевая сторона у нас защищена некой металлической решеткой, вот остальная часть корпуса у нас выполнена из пластика с небольшим таким прорезиненным эффектом. Имеется два варианта использования этой колонки, то есть вы можете ее прослушать вот таким вот образом, у нее здесь есть хорошие мягенькие ножки, и плюс еще колонку можно располагать звучанием вверх. Тоже, кстати говоря, звук весьма хороший, то есть получается такое некое ненаправленное звучание, а звучание полностью способное наполнить комнату. В этой колонке у нас поддерживается режим ТВС, то есть если вы приобретете две таких колонки, то они вам дадут стереозвучание, в колонке у нас имеется кнопка переключения эквалайзера, можно подобрать действительно на любой вкус. Значит, удобные, хорошие, крупные кнопки, которые позволяют управлять этой колонкой, имеется микрофон, как я уже сказал, и производитель нам обещает воспроизведение музыки вплоть до 30 часов, я не знаю на какой громкости вплоть до 30 часов, но этот показатель, скорее всего, более чем легко достижим, потому что даже на большой нагрузке, как я уже сказал при моих замерах, колонка отыграла 21 час. Для сравнения сразу вам скажу, что в подобных условиях, в очень сравнимых, то есть с тем же уровнем мощности, с тем же басом, колонка JBL Flip 5, ну и также Flip 6, продержалась бы в районе 12 часов. То есть прирост автономности по сравнению с лидером рынка здесь весьма существенный. Еще несколько слов хочется добавить. Вы сейчас услышали такую достаточно интересную, красивую информацию по поводу этой колонки, и кого-то может это ввести в заблуждение, может показаться, что все, вот я рекомендую покупать только лишь эту колонку и никакие другие. Нет, давайте с вами честно поговорим. У нас у всех есть какие-то некие предпочтения, и вы, прежде чем смотреть этот ролик, возможно, уже видели какие-либо модели, и они вас вполне, возможно, заинтересовали. Давайте смодулируем такую, скажем так, несложную ситуацию. Например, вы перед просмотром этого видео были нацелены на приобретение JBL Flip 6, и вы можете себе позволить приобрести JBL Flip 6. Я вас не буду отговаривать, я скажу наоборот, JBL Flip 6 хороший вариант, который я рекомендую покупать. Самое главное, что вы способны за нее заплатить, и вас, так скажем, вы не будете жалеть о том, что потратили огромнейшие деньги за, ну скажем так, некрупную колоночку. Другой момент. Например, вам нравится внешне какая-нибудь колонка, например, Soundcore Motion Plus, или вы фанат звучания колонок Sony. Вот если вы уже нацелились на приобретение какой-то колонки, лучше всего купить ее, потому что купив что-то, что вам рекомендуют с экрана, просто потому что я хвалю и расхваливаю эту модель, вы можете быть разочарованы покупкой, которую вам, собственно говоря, порекомендовали. Но если вы еще находитесь в стадии поиска, если у вас нету каких-то вот прям четких уже предпочтений, и вы еще не выбрали какую-либо колонку, какие преимущества у этой колонки? За свою стоимость в районе 70 долларов эта колонка в первую очередь вам даст отличную автономность, достаточно компактный размер и хороший качественный звук. Иными словами, приобретя эту колонку, вы не пожалеете и не расстроитесь, поскольку даже я, человек, у которого огромнейшее количество различных портативных колонок, с большим удовольствием эту колонку использую. И на данный момент эта колонка у меня находится уже около двух недель, то есть это тест не после того, как я ее послушал, там день-два, а уже два-две недели эту колонку я, в общем-то, использую. И поэтому могу вполне себе честно ответить, что эта колонка действительно заслужила мое внимание и действительно понравилась мне. В качестве завершения этого видео я скажу, что эту модель я рекомендую. Она хорошая, она достойная, но не впадайте в заблуждение. За те же самые, например, 7000 рублей вы, например, можете купить Anker Soundcore Motion Plus, которая просто крупнее, тяжелее, но при этом будет звучать ярче. Здесь именно колонка для тех, кто ищет, во-первых, что-то новое, потому что действительно это у нас некий такой новый продукт. Он, конечно же, практически полностью повторяет дизайн и, в принципе, концепцию колонки Boss, или же Base, кому как нравится назвать, я не знаю, как правильно читается. Та колонка у нас тоже по стоимости в два раза дороже, чем эта модель, но при этом Tribit смогли за сильно меньшую стоимость дать довольно-таки конкурентоспособный продукт. Мне кажется, что Tribit и не пытались конкурировать с компанией JBL, они попытались конкурировать с более, так сказать, дорогостоящим брендом в лице Boss. И это на самом деле хорошо, потому что я рад за эту компанию. Они ставят себе очень высокие, скажем так, планки и цели по качеству продукта, при этом еще и сохраняя невысокую стоимость на свои продукты. И с каждым продуктом все лучше и лучше дают нам некие портативные колонки. Спасибо вам всем за просмотр. Обязательно пишите комментарии, будет интересно посмотреть, что же вы думаете по поводу этой модели, понравилась она или же не понравилась. Лично мне кажется, что эта модель, к сожалению, останется у нас незамеченной. Наверное, в силу того, что она выглядит несколько, так скажем, непривычно для нас. Но буду надеяться, что все же своего целевого покупателя эта малышка достигнет. И я лично буду рекомендовать эту модель к приобретению. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.